ЕС отзывает для консультации своего посла из Москвы и рассматривает дальнейшие санкции против России в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля. Это главный итог саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе. О чем говорили и о чем договорились политики, знает Татьяна Лугунова. Санкции против России в европейской повестке дня. Лидеры Евросоюза готовы ввести штрафные меры в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом на совместной пресс-конференции в Брюсселе заявили лидеры Германии и Франции. Правда, что это могут быть за ограничения, политики не уточнили. Ответ Европы на отравление в британском городке Солсбери был одной из главных тем встречи лидеров Евросоюза. Политики изучили материалы расследования, которые в Брюссель лично привезла британский премьер Тереза Мэй. И они показались лидером убедительными. Дискуссии об отравлении в Солсбери были очень интенсивными. Они характеризовали солидарностью с правительством и народом Британии. Мы четко заявили, что считаем произошедшее огромным вызовом для нашей общей безопасности. И согласно с оценкой британского правительства, очень вероятно, что ответственность несет Россия. То, что произошло в Великобритании беспрецедентно, это агрессия против безопасности и суверенитета страны, которая пока является членом ЕС. Это требует нашей реакции. Как уже сказал канцлер, в ближайшие дни мы объявим о скоординированных ответных мерах. Я ожидаю, что в понедельник ряд стран ЕС примут дополнительные меры против России. Это значит, что наши действия не завершены. Вероятнее всего, речь идет о высылке российских дипломатов. О таком намерении уже заявили Чехия и страны Балтии. А по данным издания Таймса, в дворении объявят 20 стран Евросоюза. И не исключено, что к ним присоединятся и Соединенные Штаты. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Павел Лысенко. Его название экшемпляне.